И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давно я что-то не лепил Аркейн, хотел раньше всех персонажей пролепить, попробовать. Ну вот, пока, значит, четверо было. Ролик есть, значит, на канале, кому интересно, посмотрите. И вот опять скульпт из Альфа-6, моя программа любимая. Значит, буду делать в ней. Еще раз скажу, что это самая лучшая программа для болванок. Ну и вообще для скульптинга самая хорошая программа. Так, здесь можно делать очень хороших моделей, низкополигональных, кстати, понижать им полигонаж отдельно, именно используя как варфрейм. Вот, вот эти понижения, значит, наших полигонов, без всяких заремешеров, там еще что-то. Но минус в том, что здесь вот модель, значит, склеивать нельзя. Ну а так, можно отдельно вылепить кисть руки, отдельно, допустим, тело, отдельно голову, и потом все это дело здесь собрать. Ну а я раньше делал полностью здесь все модели, именно с кистями, значит, с головой, это с одного, вот это, с одной вот этой сферы. Тяжеловато, конечно, это все дело вытягивать. Хорошо, конечно, работать по болванкам, но можно здесь тоже насоздавать болванок, и, в принципе, ну, уступает, конечно, за браж. Есть, значит, что не хватает здесь какой-то обрезки, каких-то вычитаний, но есть другая программа, которая более-менее усовершенствовала вот этот скульпт с альфа-шестую, это скульпт-джел. Я тоже, значит, показывал, как она работает, как лепить, даже предлагал, у кого ее нет, именно для компьютера эту прогу, а не онлайн. Так, все, погнали, теперь полепим. Я буду опять лепить, значит, с болванки. Так, зайдем, значит, найдем эту болванку, зебраж, опять же, болванка, обрубок, обрубовка, вот она. Warframe давайте отключим, детализацию поставим на сколько нам надо. Я вот чуть меньше половины ставлю. Этого, в принципе, хватает. И опять же, сетка вот эта вот, которая потом образуется в зебраж скульпт-джел. Альфа-шестой это трисы. Они, значит, когда делается зеремеш в зебраж, очень хорошая получается сетка, кстати. Так, что, погнали. Первым делом, что, опять же, ставим зеркалку. Окей. И все вот это дело, значит, выгладим. Регулировка, значит, вверху. Это, значит, размер кисти. А это, значит, сила. Ну, вот так вот, все это дело, чуть-чуть, подгладим, чуть-чуть, сделаем более-менее красиво. Очень хорошая кисточка вот тут. Здесь она работает очень. Я только за нее в большинстве случаев сюда и захожу. Есть у меня, значит, кисточка для The Brush такая же. Ну, вот, та работает чуть похуже. Так, здесь мы выгладим, сгладим. Здесь тоже подгладим. Уши чуть-чуть сразу выгладим с этой стороны. И вот эту часть нужно обязательно сгладить и переделать сетку. Иначе потом ухо очень трудно потом здесь, ну, как не трудно, она просто начинает чуть-чуть тянуть ее. Вот так уже подгадали. Здесь вот выгладить можно, подправить. Сзади черепов так значит, тоже выгладим. И вот по вопросу, опять же, почему я не леплю в блендер. Я считаю, что в блендер лепить это издевательство какое-то. Ну, тот, кто, значит, лепил во многих программах, тот поймет, что блендер для лепки, для скульпта, ну, очень тяжеловатый. Почему? Потому что нужно постоянно в блендер, ну, лично я так, мне постоянно нужно контролировать сетку. Здесь, видите, я поставил, все, я леплю, внешний вид очень шикарный, полигоны не пляшут. значит, если я поставлю генотопа, ставите, когда генотопа значит, в этом в блендер, то получается там все работает, но модель, когда все накидывается, очень гадко получается, и когда вы лепите, поначалу вы вообще не представляете, ну, не видите картину вашего персонажа. Вот так вот. Вот здесь я все выгладил, вы видите, что болванка хорошая, полигонаж у нас сейчас вот именно головы 12 тысяч полигонов, и они будут оставаться именно 12 тысячами полигонов. 12 тысяч полигонов это очень хорошо. Значит, вот когда я все выгладил, смотрите, что стало сеткой, видите, она переработалась вот такие звездочки, это трисы, звездочки это вершины, треугольнички это полигоны, ну, а остальное это ребра. Я могу еще сейчас понизить, значит, полигонаж, я могу вот эту голову сделать 2000 полигонов, 3000 полигонов, и на этом я могу лепить, и внешний вид у этой головы будет красиво, видите, он мягко тут все выглядит хорошочко. Теперь я все это делаю выгладываю, и вот это вот болванка в забраж, очень, кстати, подходит к женским головам. Здесь я, когда леплю в забраж, в смысле, в скуде сайфа шестой, пардонте, я вообще не устаю, я не думаю ни о полигонах, я просто леплю, я здесь кайфую. Ну, как и в забраж, я тоже там не напрягаюсь, там очень легко, там все отдыхаешь, кайфуешь, просто лепишь. Если бы вот эта вот, значит, модель, ну, не модель, а вот эту вот систему, значит, скульптинга, вот просто добавьте вот эту вот, скульптинга, альфа шестую систему, вот эту вот, вот как я сейчас леплю, добавьте ее в блендер, добавьте еще там, ну, здесь сбоку дофига этих кисточек, добавьте какие-то функции и все, больше ничего не надо. Зачем вот это вот все, значит, делать тяжелее? Так, ну, это лично мое мнение, я лепил в блендер, вот 10 раз пытался я в нем начать лепить и даже сегодня думал, ну, может в блендер все-таки полепить. Не захотел я просто ни нервы свои тратить, ни вот это вот здоровье на психику с этими полигонами, с внешним видом, работой кистей, ну, это, короче, жесть. Так, ну, вот у нас подготовленная балланта, в принципе, теперь что нам нужно? Референс. Минус еще скульптинга, снашил все стоя, что да, я не могу здесь выставлять референсы, так как мне надо, допустим, открывать, закрывать, перетаскивать, они просто устанавливаются в опцию и находятся в бэкграунд и здесь я их ищу и здесь я их устанавливаю. Я могу поменять задний фон. Ну, вот у меня уже более другая программа появилась. По настроению можно вот этот фон ставить, если вам хочется немножко строгости, то, пожалуйста, вот вам строгость. Вот она. Чем вам не программа, чем вам не внешний вид изменений. Конечно, когда долго работаешь в этой программе, хочется дальше, чтобы можно было увеличить, допустим, размер вот этих кисточек. Ну, так, чисто для понта. Вот это, вот именно вот этого мне всего хватает. Вот этих функций, вот эти вот настроек. Здесь можно раскрасывать, текстурить, все это здесь можно делать. Но минус в том, что текстуры будут не видны, значит, в другой программе. Если я сохраню, допустим, вот Ops, да, The Brush, это цвет увидит. Возможно. Я не пробовал. По-моему, да, пробовал давно. Ну, да, увидел, по-моему. Ну, уже не вспомню, брехать не буду. А так, есть родной его файл сохранения. Это файл, вот он, ну, называется ctl, ctl, по-моему. А ну-ка, прочитаем. Итак, сначала я, что делаю всегда? Сначала я делаю вот этот фейс лица. Именно профиль. Я начинаю всегда с культ, с профиля. Вот, вы видите, что насколько нужно вытянуть тут губы, это поможет мне сделать граб. Я устанавливаю кисточку чуть побольше еще. Вот я их сейчас вот так вот раз вытяну посередине. Все, я от этого могу плясать. Вы видите, что в принципе, так, если побольше сделать, вот, да, в принципе все тут подошло, ухо подошло, там подбородок сейчас чуть-чуть еще, конечно, натянется. Ну, вот, профиль у нас уже сделан. Давайте займемся ухом. Так, ухо у нас интересное. Ну, тут еще нужно погрешно сделать, что картинку растягивает, значит, скупе со шестая, что то, что вы видите, если вы неправильно сделали, допустим, превьюшку, вот эту, то у вас потом, возможно, где-то будет она вытянутая. Так, теперь берем кисточку вот эту Drive, уменьшаем. Здесь можно и горячими клавишами, конечно, пользоваться. если вы, так, по-моему, S, так, нет, это другое включает. Сейчас я немножко потыкаю, понажимаю. Так, это значит E, W, это Wireframe, Q, значит, переход, F, размер, так, Grab, G, ну, все по буквам, все удобно, в принципе, Lock, F, B, W, C, так, Dead, так, что у нас тут, а, вот она, пробел нажимаем, и вот у нас тут Size, нажимаем Size, отключаем Size, переходим, допустим, с кисточки, вот у нас, если у нас есть Drive, что у нас тут, Black, Insert, вот у нас верхняя, это значит сила, нижняя, это у нас детализация, Size, вот он, размер, все, я вот могу через пробел это работать, вот, вот такая штука, Warframe, отключаем, а теперь мне что понадобится, мне нужно Play, или Play, сейчас отключим, и, значит, через Alt, все как, ZBrush, Result, Ctrl Z, Ctrl Shift Z, все тут работает, те же горячие клавиши, что и, значит, вебре, так что, поэтому, вот, очень хорошо, с этой проги, прыгайте, в ZBrush, допустим, так, здесь у нас есть такая штука, и вот опять же, моя любимая, флата, я уменьшаю кисточку, и, смотрите, вот, начиная кисточка, здесь под разными углами, вот именно, что, скульпс Айфа 6, они любят, когда вы прям в лоб ей идете, вровень, да, здесь обязательно нужно менять углы, и тогда будет свет играть получше, и все будет как-то там, через шифт, зажатая левая кнопка мыши, все можно переводить, очень рекомендую, заходите в эту программу, не пожалеете, скачивайте ее, пока она еще есть, возможно, в будущем ее не станет, потому что, вот эта скульптис Айфа 6, это скульптис Про, которая вошла в ZBrush, но как она работает в ZBrush, ее там так наворочили, ее не надо было трогать, ее нужно было, как вот она есть, так ее и нужно было, значит, забрасывать в эту программу, вот, смотрим, все выравниваем, где-то подгадываем, где-то делаем чуть-чуть поострее, какие-то вот углы, видите, угол делал, а тут волна пойдет, но чтобы эту волну убрать, нам нужно просто зайти и вот как раз и эту волну создать ровненько с этой стороны, вот уже, видите, да, ухо более-менее становится, придается ей форма такая, как на референции, где-то там сверху можно еще под плюсом, ну, и вот здесь тоже, под углом, вот такая здесь ухо, так, так, значит, внутри мы можем аккуратненько все это дело тоже флатеном все это дело выровнять, тогда она будет красиво флатеном, вообще выравнивать, это, ну, это не кисточка здесь, это прям шедевр, она так хорошо это все дело помогает пролепить, проскультить, так, отобьем, опять же, форму, где она, видите, тут есть такая штука, вот так мы ее отобьем и шифтом чуть-чуть по краю пройдем, чтобы придать вот такой внешний вид, так, что еще можно сделать, а, вот она еще внутренняя часть, пардонте, внутренняя часть, смотрите, как наносить, мы можем кризом нарисовать вот эту полоску, тоже, это прикольная штука, вот, мы ее рисуем, так, вот, мы ее подвели, и смотрите, где полоска нарисована, если сейчас я начну накидывать сюда массы, то будет накидываться масса именно до полоски, за полоску она уже не будет уходить, вот это вообще, ну, прикольно вообще, это, ну, я не знаю, как это назвать, слов у меня нет, это вообще просто жесть, вот, раз я по канту провожу, видите, она никуда не залазит, она делает мне ровненько вот эту вот внутреннюю часть, я ее тут немножко теперь подтягиваю, и теперь флатеном чуть-чуть вот, так, Ctrl-Z, вот он, флатен, и флатеном тут чуть-чуть вот сейчас подглажу, чуть шифтом выглажу, пройдусь по внутренней кромке под разными углами, создам игру светотени, вот, здесь сойду на нет, сделаю сглаженность, как вот на картинке, а здесь впадину сделаю, вмятину, потому что она тоже присутствует на картинке, ну, и в принципе, что, вот вы видите, что подкрасится, подтянется, и будет та же самая стукенца, ну, возможно, здесь вот слишком большой выступ, это уже доработки, где-то досмотреть, где-то проглядеть, где-то сделать танкик, вот такая штука, так, и вот эту штуку, значит, можно еще чуть-чуть уменьшить, а эту чуть-чуть сделать побольше, вот так вот, так, смотрим, что у нее еще присутствует, значит, у нее присутствует, значит, что, так, с носом, вот, вы видите, что с носом, у нас получается, что нужно тянуть кисточку желательно ставите побольше, опускайте нос пониже, а бровные духи, вот эти бровные духи, мы их приподнимем, сделаем еще побольше, вот так, раз, чуть-чуть уберем удивление, чуть-чуть выровняем, так, теперь, нижняя губа, накидываем нижнюю губу, рисуем ее в эту сторону, вот видите, уже выступ у нас появился, и добавим тут же нижнюю губу, теперь нам нужно все это дело поотбить, отбиваем мы это все кризом, смотрим, что-то как, значит, вот таким вот образом рисуем, теперь проводим кант по верхней губе, и проводим кант по нижней губе, так, теперь отбиваем, значит, сифт, правая отлодка мыши, отбиваем, значит, подбородок, вот такая получается у нас заготовка, теперь у нас получается флатом, кисточку чуть-чуть уменьшаем, и тогда мы все здесь выравниваем вот эту губу, так, вот здесь чуть выравниваем, так, сифтом где-то проводим, альт, левая кнопка мыши, так, контрол, Z, пардоните, она и так вдавливает, я перепутал, значит, с драйвом, с клеем, через альт давайте вот это все чуть-чуть здесь вмятину сделаем, потом посмотрим, насколько она большая должна быть, ну, а теперь клеем можно интенсивно сделать поменьше, чтобы кайфовать, и, значит, все это дело можно точечно нажимать, тоже, вот видите, я просто я не веду, я точками нажимаю, и она все это дело мне преобразовывает, выравнивает, так, мы смотрим вот на эту часть, я на полоски, так, где он я тут, вот, точечно, точка, рисуем, значит, карандашом, и смотрите, вот видите, у нее вот эта часть идет, раз, вот такая штука, здесь у нее переход, это у нее вот эта вот скула, не скула, как она называется, но вот эта кость черепная, вот тут это давайте сейчас повторим, так, это переключаюсь, значит, на глаз, на стрелку, и добавляем все это тоже самое тут, смотрим под глазами, здесь у нее выходит, так, вот на эту часть, и накидываем, и чуть-чуть сразу выглаживаем, и потихоньку смотрим, правильно ли все это дело накидано, так, так, теперь флаты нам понадобится вот эта пустота, значит, вот здесь мы ее дорисовываем в серединке, и, значит, добавляем еще толщину скулы, выглаживаем, чтобы появилась впадина, и заглаживаем вот этот переход от носа, так, губы у нее будут, значит, побольше, сейчас еще на другом референции все это дело посмотрим, и теперь нам понравится нос, нос мы выглаживаем, преобразовываем в нашу сетку, добавляем, значит, если надо, значит, кризом рисуем сразу ноздри, вот, чтобы наметить их, смотрим на нос, нос у нее чуть-чуть, значит, идет тонь, как утончается, здесь отбиваем треугольник под глаз, вот такой вот треугольник, вот, ну и чуть-чуть это, конечно, выглаживаем, теперь нам понравится какая штука, чуть-чуть еще переносится на потоньше, так, теперь у нас нос задранный картошкой, и, значит, ноздри, здесь уже можно без клея, просто накидать, вот так, и перейти на нос, так, ноздри у нее, значит, большие такие вытянки, здесь вот от носа еще добавим такую, как бы, полосочку, сейчас я вам ее нарисую, вот такая полосочка идет, так, это что у нас тут такое, что-то большевато переход пошел, и здесь будут у нас вот такие вот ноздри вытянутые, негритянские, пардоньки, афроамериканские, да, так, теперь, через, ставим, опять же, драйв, через альт, все это дело, вот именно, вытянуто, вот так вот, кверху мы это все дело преобразовываем, и чтобы потом, когда мы будем делать, значит, сетку менять, вот этого персонажа, желательно в разные стороны, чтобы лучше ноздри побольше были, так, есть такое дело, теперь мы еще наметим хорошо вот эти вот, оп, части, вот, вот теперь вроде бы получился нос, так, нам теперь понадобится другой референ, чтобы понять, значит, расстояние носа по глазам, и расстояние губ от носа, и форму, значит, головы, и так, вот она, значит, наш персонаж, что мы видим, смотрите, мы видим, первым делом, что у нее челюсти, так, здесь уже, наверное, вам побольше поставлю, мы видим, что у нее, угол, вот, значит, челюсть выпирает, так, теперь по глазам делаем заметки, вот они, и приблизительно опускаемся, да, чуть, ну, скривил, но понятно, что вот, вот здесь будет точка, это, так, теперь по носу, смотрим теперь, угол бровей, нос, сразу обрисовываем, значит, так, и опускаемся по губам, ровный подбородок, так, что у нас, уши, на вот этой стороне, на высоте, и доходят до ноздри, в принципе, все нормально, так, нос, высота губ, и высота челюсти, так, так, смотрим, один, два, три, четыре, пять, это шестой, шестой самый большой, первая зона больше, так, вторая, третья, четвертая, в принципе, одинаковая, и пятая, чуть-чуть больше, за счет формы, вытянувшей челюсти, ну, вот эта шкула, запоминаем, вот эту шкулу, можно, значит, это все дело отключить, и сделать скриншот, вот тоже удобно, делайте скриншот, и потом, смойте на него, и уже, чтобы не повторять, или просто оставляете его тут, я буду, вот сейчас так крепить уже, так, я просто наведу, теперь, смотрите, нашего персонажа, так, я поймаю его глаза, и понимаю, видите, что у меня, значит, вот, челюсть попала, глаза у меня попадают, но, у меня не попадают, значит, челюсти до конца, и уши, значит, делаем кисточку, значит, побольше, прям можно до предела, наверно, так, я поднимаю вот эти части, там, отвожу чуть-чуть, черепа, голову делаю побольше, и теперь, смотрите, я надуваю челюсти, вот, вот таким вот образом, чуть-чуть поменьше, корректировка, конечно, ну, ну, а теперь по ушам, смотрим, ухо у нас должно быть, повыше, здесь она должна быть по ноздрям, ну, опять же, берем, значит, за, как я, ну, за нашу, вот это вот, за наш источник, то, что у нас может быть искривление картинки, так, убираем чуть-чуть, наши вот эти части, где губы, и смотрим, так, нос, растягиваем, переносицу, чуть-чуть растягиваем, брови чуть-чуть, значит, поднимаем, губы чуть-чуть растягиваем, и где нос, губы растягиваем, так, ну, в принципе, нормально, да, но теперь нам, оп, чуть-чуть надо надуть скулы, вот так, выгладить их, и вывести дуги, вот эти вот, которые мы подтягивали вперед, вот, такая штургенция, и, значит, переносицу, еще немножко дарить, оно с картошкой, ну, в смысле, задранной, вот так вот, под надуть, вот таким вот образом, так, смыли по губам, так, верхняя губа, надо, чтобы она была побольше, мы ее просто натягиваем, нижнюю корректируем со всех сторон, чтобы она была красивая, так, теперь, значит, вот эти губы, у нас должны выходить вперед, здесь должна, как бы быть, ямка такая, так, чуть-чуть, сделаем бугорок, и чуть-чуть, что, большая губа, а это нижняя, чуть-чуть поменьше, оп, а это чуть-чуть вперед еще, так, и теперь получается, что, вот, где у нас вот эти губы, вот эта вся часть, челюсть, вот эта вся, идет на нее, сейчас нарисую вам, вот видите, что, вот эта вся часть, движется вся, вот к этой, так, к этим губам, вот так все это дело происходит, теперь у нас что происходит, что, вот эту часть, вот сейчас я вам нарисую, так, вот эту часть, нам нужно вмять, Ctrl Z, выбираем вкладом, потому что мы растягивали персонаж, и опять же, видите, все к губам идет, и округляется, делается мягенько, оставляется только, вот эта скула, чтобы она присутствовала, и вот так все это дело, афроамериканский тип лица, вот таким вот образом, вот такая штукинка, шея, шея у нее толстая, поработаем шеей, делаем более женственным, вот, чуть-чуть шею, значит, поменьше, так, теперь нам нужно подкорректировать, значит, ухо, возвращаем его, как оно должно быть, у нее, да, она у нее вытянутая, и чуть-чуть, значит, вот таким вот образом, подтянем, да, так, скула женская, ну, в принципе, что, так, подбородок, подбородок острый, или за счет подбородка еще, появляется форма, видите, если подбородка уводить в ямку, вот это дело, вот эту часть, вот эту, то у нас скула вырисовывается, все это, конечно, нужно выгладить теперь, и смоем подбородок, ага, чтобы его не накидывать, смотрите, что делаем, флаттен, ставим под углом, уменьшаем, и начинаем под эту гугу, под нижнюю, уходить, вот так, выравнивать, смотрим, какой у нас угол появился, в принципе, угол появился хороший, теперь под углом, делаем подбородок, и потом шифтом проходим, и у нас получается, вот такая быстрая, значит, придача формы, вот такая штука, здесь теперь можно, конечно, значит, интенсивность поменьше поставить, и где-то накидать, допустим, вот здесь вот, вот эти вот, правильные формы губ, где-то выгладить, где-то вот центральную ямку, вот эту, тоже ее выгладить, и вот получится вот такая штукенца, с ямочками, с шишечками, референции, можно посмотреть в интернете, как она устроена, вот эта губа, здесь получается, две вот такие вот полосочки, вот, губа состоит, вот из двух таких шишечек, но за счет того, что они немножко вот так сглазаны, то получается, вот такая штука, чуть-чуть взваживаем, и все, придаем форму под углами, нижние тоже преобразуем, так, по губам, я думаю, их еще можно, значит, чуть-чуть растянуть, и чуть-чуть, вот, вытянуть вперед, вот эти вот, части, сейчас, вот здесь вот тоже, части шишечки, вот здесь вот, тоже мягкие части, потом на губах, вот здесь вот, кругляшки такие, здесь кругляшки, ну, короче, вот такая штука, нос устроен, вот, двумя вот такими вот, частями, в основном, за счет которых, и придается форма, и объем, значит, нашего носа, так, это мы все тоже удалим, теперь, ну, в принципе, что, в принципе, нормально, немножко нужно добавить строгости, нашему персонажу, ну, за счет чего, за счет того, что мы, просто, уведем, где ухо, вот эту часть, вдаль, ну, вглубь, головы, так, теперь можно чуть-чуть, вот так, поднадуть, нос, чуть его где-то вывести вперед, не без этого, тут, смотрим, учим, значит, мышцы, такие, ну, как находятся на носу, так, теперь, что у нее, здесь у нее, правильно, здесь у нее, очень хорошие ямки, а вот здесь у нее, от носа идет, вот такая вот, значит, штука, вот, дележка вот такая, рот, от скулы, и это все, когда вы провели, теперь вы просто цифтом потихоньку так выглаживаете, и это, видите, остается, создавая внешний вид, где-то побольше можно выглазить, где-то поменьше, допустим, еще платы нам пройти, сделать кромку более квадратной, чтобы она на свете играла, так, что у нас по глазам, теперь у нас идут глаза, так, нос, немножко нужно еще, поднадуть, вот так, и добавить над глазами, вот эти вот впадины, сейчас я вам еще раз нарисую их, вот видите, что идет у нас треугольник, и вот здесь уже впадина глазная, она идет вот так, и здесь в принципе пустота, здесь уже все вставлено, а здесь вот такой мешок, под бровью, вот эта вот бровная дуга, как кость, но здесь вот чуть-чуть, вот такой мешковатый вид, ну вот теперь давайте это дело повторим, нам понадобится кисточкой, кризом, прорисовать точно такую же впадину, треугольник, обвести кругом, вот такую штуку сделать, и смотрим, теперь мы вот это все можем сдавить, через alt, левая кнопка мыши, ну вот создаем, нам все равно глаза ей будет, как подрить, если то, обязательно делать нужно все отдельно, даже если не подрить, тоже делайте все отдельно, чтобы потом можно было, допустим, глаза вставить, или еще что-то изменить, а если вы делаете цельного персонажа, вот мне теперь, видите, нужно будет отделить нижнюю челюсть, здесь я этого сделать не смогу, а жаль, конечно, в забраж мне нужно будет отделить нижнюю челюсть, сделать выемку внутри, во рту, и чтобы потом рот мог открываться, так, а здесь, что у нас происходит, у нас происходит такая штука, что нам нужно наметить теперь в бровь, вот так, здесь будет, вот здесь, в этой части, ну, будут брови, вот так вот, значит, теперь, кризом, в глаза вот этот мешочек, уходим чуть вглубь, и вот этот мешочек, он должен, над глазом будет нависать, вот этот, добавим, значит, массы, вот, брови потом можно поднять, опустить, это не проблема, и рисуем веки, под углом, опять же, скульптисайфа 6, повторюсь, не любит, когда вы все это дело будете в лоб накидывать, но когда вы уже показали, где что надо, она очень шикарно это дело будет делать, так вот сделаю это толщину, толщину убираем снизу, выглаживаем, преобразуем чуть-чуть, значит, здесь, и кризом, если нужно под открытие, под анимацию делать, то, вот, сглаживаем это все дело, кризом, так же можно его здесь выровнять, вот, остальное сгладить, так, мы попробуем, смотрим, что не так, а не так, что у нас бровь высоковата, но это мы уже корректируем здесь, делаем, придаем ей, какой-то, женственный вид, не забываем за впадину височную, которая тоже уходит вглубь, от, вот этой, челюстной, значит, части, да, вот от этой сейчас нарисуем, здесь у нас, так, здесь у нас, да и что ты, так, вот здесь, такая штука, вот здесь есть височная впадина, здесь такая мягкая часть, потрогайте, вот у вас будет тоже такая, как шишечка, да, но она, отделяет вот эту вот шкулу, вот эту часть, вот, от этой вот дуги, и от лба, здесь тоже кость, вот, а здесь такая, тоже кость, и, значит, раз везде кости, то, по костям мы будем лепить, вот раз, смягчим, раз, там, вдарим что-то, вот, допустим, здесь вот раз, переборы, выглаживаем, все, здесь у нас, вот это вот, впадина, вот, видите, control Z, так, ну, и нижнюю веку надо, нижняя века, тоже делается так же, сначала под углом, мы вот такую дугу нарисовываем, и вообще, вот я здесь леплю, я сейчас совсем не устал, и в принципе, я кайфую, я не думаю, что там у меня не так может пойти, думок вообще никаких таких нету, теперь, значит, что у нас, так, поднимаем, смотрим, и вот этот глаз у нас, значит, мы его и поднимем, вот так вот, раз, уведем вдаль, а это века, видите, нам нужно подавать вперед, потому что глаз, он выпуклый, и века, вот это подается, вот, вперед к нашей, вот этой, к нашему носу, да, так, теперь здесь можно поработать вот этим кризом, отбить еще какую-то часть, вот, и значит, отбиваем нашу, вот это нижнее века, ну, и чуть-чуть задеваем, наверное, вот эту вот пустотелую часть под глазом, чуть здесь выглаживаем, создаем какой-то переход к вытяжку, выбираем наш, кисточку флаттен, под углом, оп, раз, провели, под вторым углом, дооформили, чтобы была вот эта впадина, сверху проводим выравниваем, так, нижнюю, верхнюю тоже, раз мы вытягиваем, меняем сетку, так, теперь здесь чуть-чуть выглаживаем, здесь тоже убираем вот эту излишнюю толщину, вот, и тут решать уже вам, сделать брови здесь, в этой программе, или сделать уже отдельно в ZBrush, так, так, смотрим, что у нее переносится, переносится у нее ровная, вот здесь, так, так, теперь у нас получается, проведем, вот здесь по горбу такую, значит, кругляшок, так, и вот еще на что хотелось бы обратить ваше внимание, что когда вы будете лепить персонажа, да, то весь, вся фишка заключается в том, что полностью болванку, да, можно будет увидеть, и только после, как раскрасить, модель, или уже на теле, а здесь мы вот сделали, вот, она, вроде бы она, да, сейчас мы зайдем в ZBrush, и попробуем вот эту вот текстурку наложить на нее, и посмотрим, как все это дело будет выглядеть, насколько, значит, картинка, насколько вот этот персонаж попал, значит, на, вот этого нашего персонажа, так, вот раз, и давайте сделаем женскую шею, нарисуем вот эту вот часть, отобьем приблизительно, что вот эта внутренняя часть, та наружная, проведем пару линий, и вот эти линии теперь выгладим, для чего это делается, чтобы у нас получилась гортовая вот эта вот складочка, да, ну, не складка, вот эта штука, так, теперь, насколько у нас шея толстая, насколько она тоньше должна быть, уменьшаем, подтягиваем, оп, корректируем, так, в принципе, если по картинкам, то все, это и есть вот этот наш персонаж, единственное, что у нее, возможно, еще здесь, вот такая штука, вот эти губы, чуть-чуть, вот, подведены, да, он здесь, оп, вот, так вот, да, ну, и мягкие части тоже, чуть-чуть, можно вниз, по текам, делать, это уже многовато, я что-то тут, нахрен, начал, все, женская голова, должна быть, именно, вся, сглаженная, не должно у нее быть, там, каких-то, ну, как у мужиков, делают, там, допустим, скула, так, скула, а это все, все у них гладко, только разный нос, разрез глаз, и, в принципе, любую болванку, можно под любую, под разную, одну болванку, под разную, женщину, значит, сделать, так, теперь, посадка глаз, вот один глаз, один глаз, должен быть у нас, вот здесь, значит, мы тут чуть-чуть, утянем, здесь чуть-чуть, уменьшим, там, где-то поднять, нужно будет, так, вот, сделать, трещу, нижнюю, можно чуть-чуть, значит, побольше, это мы сейчас уже на картинке, которую наложим, проверим, все это дело, так, ну, этот глаз, как бы, кверху уходит, так, ну, здесь, может, еще побольше, можно, вот так, как-то, все-таки, афроамериканка, ну, и лоб, в наклон, ну, вот, насколько модель, да, получилась, гладенькая, хорошая, в блендер, в блендер, вот, такая, штука, это, при скульте, там, все, как-то, коряво, все, некрасиво, выглядит, накид, вот, именно, как вы, с глины лепите, вот, начинаете, там, добавляет, какие-то, да, формы, так, смотрим, теперь, так, ну, даем погрешность, значит, на то, что, оп, отводим, вот, на то, что у нас здесь, посередине, значит, видите, вот, посередине, она ровно, чуть увожу в бок, все, это уходит в другой вид, здесь, другой вид, поэтому, приходится, вот, где-то, вот, ну, я считаю, что, где-то, вот, здесь, вот, вот, так, то же самое и будет, а вот, по этим усам, это, возможно, растянутость, потому, что, ну, не может, так, здесь, за счет прически, а это ухо, если, сейчас, я давайте сохраню, значит, экспорт, обш, файл, забыл, как я их зовут, сохраняю здесь, два раза, потому, что бывает, один файл, ну, это давно было, да, что я сохранил, а он не открылся, то ли ошибка в сетке, какая-то была, я раньше ее тут, безбожно, растягивал, рвал, пустоты где-то, ямы появлялись, но, сейчас, уже давно здесь леплю, я эту программу, в принципе, уже понял, мы с ней на одной волне, ну, вот, это, я думаю, будет этот персонаж, ну, что, погнали в The Brush, так, импортируем в The Brush, теперь, нашу, вот эту болванку, так, где она, а, советница Медара, вот, любую, откроем, вытянем, видите, здесь уже другой, у нее внешний вид, вот, допустим, в The Brush, в Блендер, это разные восприятия, вот этого персонажа, там чуть ярче, тут чуть темнее, здесь чуть-чуть, с плюсности, там чуть-чуть, вид растянутый, дает, в Блендер, по-другому, поэтому, нужно, к этому делу приловчиться, вот здесь, на черном фоне, видите, она уже получше, потому что сзади у нас стоял, значит, референс, ну, его сейчас, кстати, текстура, импорт, импорт, подключим, включим, включим на наш этот референс, все это дело под этим, подгадаем, сделаем, так, сделаем прозрачность, Z, отключим глаз, и смотрим, так, ну, что, вот, вы видите, что, если сейчас я возьму, и покрашу, где-то у меня что-то подтормажет, наверное, из-за вот этого, значит, короче, вот этот рисоваж Epic Pen, да, так, и значит, здесь X симметрия, и просто, если я все это дело начну красить, Z, так, давайте немножко, а, поменяем материал, вы видите, что нос, нос, попал, губы попали, вот, ну, чуть-чуть я их, да, вот эту нижнюю губу, и верхнюю, ну, чуть-чуть я ее, да, переборщил, ну, здесь не проблема, я могу теперь все это сгладить, вот раз, вот она моя корректировка, нос попал, глаза попали, верхние попали, дуги попали, так, что еще, челюсти даже вот, видите, что попали, ну, просто, когда она так рисуется, то, получается, вот такая штука, значит, да, так, это получается, эти челюсти должен, C, английская, выбрать, значит, цвет, и вот это все дело, закрасить, ну, сами, происходит, та же самая фишка, выбираю, теперь, смотрите, верхнюю часть, это C, я зарисовываю нашу черепушку, вот эту, значит, здесь, видите, черный цвет, он нам не подойдет, здесь можно, конечно, чуть-чуть, вот так вот, закрасить, C, уменьшаем нашу, вот эту, интенсивность, и чуть-чуть разбавим, вот этот черный цвет, потому что, ну, это, многовато будет, переборчиком, так сказать, раз, смотрим, что у нас получилось, а, неплохо все и получилось, так, теперь, здесь, C, английская, закрашиваем хорошо, вот этот, где ухо, так, здесь я уже прибавлю интенсивность, и все, вот это я сейчас закрашу, голова там, ту-ду-ду, и смотрите, закрашиваем все тело, видите, вот она, афроамериканка, она должна быть, вот именно таким цветом, вот, вот таким, черным, но мы же вот так не оставим, правильно, мы тогда выберем, вот этот цвет, так, другой цвет, или вот этот цвет, выберем, сделаем интенсивность, чуть поменьше, и, еще поменьше, и потихоньку, вот так, все это дело, будем разбавлять, ну, оставляя черный цвет, ну, чтобы у нас, были нормальные переходы, вот, здесь, допустим, раз, на скуле, на шею, чуть-чуть, оставляем, где-то темного, вот, и чуть-чуть темное, разбавляем, другим цветом, так, так, ну, вроде бы нормально, да, только вот здесь, теперь, мне не нравится, что, выбираем, с, другой цвет, тут у нас присутствует, очень, много разных цветов, которые нужно, вот, раз, здесь вот, темный, здесь вот, чуть посветлее, и вот мы можем это все делать, значит, вот ухо, чуть-чуть другим цветом, вот, выбрать, с подглаза где-то взять, вот, допустим, таким вот образом, так, вот здесь у него, значит, где ухо, там было черное, правильно, значит, мы выберем вот этот темный цвет, уменьшим кисточку, и вот этот цвет, уже на большей интенсивности, возьмем, допустим, раз, и закрасим, оп, где-то промахнулись, чуть выберем, выбрали, английское, и подкрасили, теперь, значит, С, так, другой цвет выбираем С, где-то делаем вверх, тоже потемнее, а где-то посветлее цвет, вот он, допустим, С, я хочу тоже выбрать, и поверх уха чуть-чуть провести, вот уже, другой внешний вид, уже с перепадом цвета, так, что у нас по губам, так, по губам, так, здесь под носом чуть-чуть подправим, теперь, значит, в принципе, эти тут и зубы, они нарисовались, ну, чуть-чуть губы, я побольше сделаю ей, оп, цель, так, ну, здесь, Ctrl Z, она темная, не буду я так, извращаться, делать, да, так, вот хорошо, сейчас еще бы причесочку добавить, и персонаж бы заиграл, но в этом ролике, я этого делать не буду, весь смысл, что я хотел вам показать, как делаются, быстренько, в принципе, быстро болванки, вот она, видите, вот, теперь я закрашиваю, вот этот глаз, внутри, и все, вставляем глаза, могу я оставить, вот эти вот, сейчас дорисовать, значит, вот эти наши брови, кисточку прям поменьше, здесь тоже поменьше, и потихоньку, потихоньку, вот раз, не сильно четко, так раз, там еще чуть-чуть, там провел чуть-чуть, здесь вот внизу, C, какие-то вот, у меня тут другие детали, можно где-то подгладить, подгладить, вот, когда она красит, видите, фаз, то придется, вот эти вот части, вот, где сильно темная, все это дело, чуть-чуть поразбавлять, потому что, ну, отделить, значит, нашу вот эту, бровную, брови, от основного глаза, вот, где-то C, еще подкрасить другим, цветом, где-то доработать, смотрим, что у нас тут получилось, здесь, добавляем выглажки, где-то, чтобы, красивенько так было, и вот она наша, гражданка, а там уже, тогда на персонажа, будет все грузиться, именно, ну, шею смотреть, пропорции смотреть, как это все дело будет выглядеть, ну, на этом все, вот так, значит, вспомнил, как это дело лепится, вот так это все дело делается, и вы видите, насколько, в принципе, точно, по картинке, я попал, по профилю, да, фаз, можно взять, также фаз, наложить фаз, но я думаю, что, если попал, значит, фаз, то профиль, тоже, попадет, все, всем пока, до свидания, восстанавливаем, Продолжение следует...